всем доброго дня с вами вновь подкаст хочу в геймдев и его ведущие я вячеслав уточкин директор образовательных программ по игровой индустрии в центре развития компетенции в бизнес-информатике высшей школы бизнеса неувше где мы уже больше шести лет учим людей созданию игр и следующий поток 16 поток начинается у нас уже в ноябре этого года так что можно уже писать мотивационные письма записываться на обучение проходить подготовительные курсы и все такое и с нами наш научный руководитель игровой продюсер константин сахнов костя привет привет слава привет дорогие друзья рад всех видеть слышать или по крайней мере значит вы с нами и с нами наш замечательный преподаватель маркетинга игр бессменный сергей языков аккаунт-директор в софт-клаб привет привет и сегодня мы с вами поговорим про даже не про конкретную профессию а про место где работают разные люди сегодня мы поговорим про такое явление как релокация вот в апреле было исследование на up to top которая говорила что примерно 18 процентов сотрудников из игровой индустрии людей переехали в другие страны вот а на самом деле какой-то официальной статистики вообще не существует насколько людей с геймдева релацировала сейчас есть только внутренние ощущения и релацируются иногда из-за того что иностранные партнеры от которых зависит ваш бизнес требует этого иногда по каким-то личным причинам потому что давно планировали и хотели куда-то в более теплый климат иногда по личным убеждениям я вот например не очень нравится жить там где я живу я очень надеюсь что никогда не придется никуда релацироваться максимум в сочи поближе к морю вот но тем не менее ситуация такова что есть данные что сейчас релокации много и сегодня мы как раз позвали к нам в гости людей кто-либо уже релацировался либо как раз в процессе и сегодня с нами руководитель студии он одметар дима светлов и диме как раз этот процесс предстоит скором времени дима привет 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 да с нами шин станислав ведущий продюсер издательства рэвины и сейчас вот он как раз релацировался в другую страну стас привет привет и с нами программист разработчик мобильных и vr-приложений фаундер стартапа vr superstar и сейчас фрилансера в геймдеве яна артищева я на привет привет хотелось бы послушать ваши истории узнать минусы релокации плюсы релокации как это произошло и просто вот расскажите ваши истории чтобы слушатели которые нас сейчас слушают и которые которые может быть это предстоит или которые думают об этом чтобы у него какая-то исчерпывающая информация из первых уст с чем предстоит столкнуться ну вот стас может быть начнем с тебя расскажи как куда куда переехал как она чем сейчас занимаешься ну у нас на самом деле все прозаичные как ты говорил первый вариант проблемы с бизнесом с международными отношениями с партнерами клиентами и так далее и так далее и так далее в том числе и финансовые институты и партнерские отношения и было принято решение релацируется всей компании в грузию ну то есть грузия это было не первые варианты мы рассматривали достаточно долго упорно куда зачем и почему сравнивали всякие юридические основы где проще где лучше где спокойнее ну вся вот эта вот история канитель и да было принято решение релацируется в грузию в течение наверное сейчас у нас июль за сезон можно сказать так у нас переехала в грузию 98 процентов команды вот это вот это вы быстро сделали там осталось пару человек в россии на территории рф и не только на территории рф которые просто доделывают свои дела связанные с каким-то там личными обстоятельствами и также переезжают в течение некоторое время опять-таки же к нам сюда то есть мы живем в грузии в батуми курортный город все дела море и все прочее все замечательно ну как то так вот есть получается две части да в переезде как отношение личное да там как вообще живется и второе как с точки зрения бизнеса насколько там удобнее сложнее какие нюансы есть вот давай давай поговорим как раз если про грузию да вот вы переехали причем это то направление куда часто переезжают сейчас вот давай может начали с точки зрения личного как человеку у тебя вот с точки зрения изменения там вообще часто переезжал жизни из разных в разных городах страны да да начнем с личного нет к сожалению я при этом мой первый переезд я думал ты часто почему у меня так сложилось не знаю да я часто катался скажем так по разным странам условно на месяц на два но чтобы именно конкретный переезд на длительную основу со всяким там с этапом на месте с снятием квартиры жилья оплаты коммунальных услуг поиском там не знаю страховки медицинских учреждений все 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 прочее нет для меня это впервые принять решение лично далось безумно легко лично для меня надо окей куда то есть окей ну то есть грузия ну пускай будет грузия хотя у нас не было такого что вся кабана должна была переехать в грузию кто хотел мог остаться кто хотел мог уехать другую страну я также не знаю по этническим соображением мог уехать в корею в ту же самую но было принято решение все таки уехать в мною да поехать туда куда едет вся команда да и взял собрался в течение там месяца наверное пока сделал все свои дела там есть так или иначе свои обязательства были и остаются нужно было понять как это все чтобы работал у меня удаленно поставить все на поток на конвейер то есть у многих ипотеки у многих там семьи у многих еще кто то что то да поэтому многие вопросы надо было решить и решить достаточно безболезненным образом в моем случае это была то есть та же самая ипотека у меня там родители все друзья остались и окей порешали взяли собрались быстренько и уехал это вот с личной точки зрения а как вообще одну живется какие плюсы и какие минусы наверняка есть и плюсы какие то наверняка есть минусы давай их просто озвучим чтобы люди знали ну я могу тут говорить только с точки зрения конкретно об атоме грузии я не могу другие города другие страны к счастью или к сожалению но давайте так москва откуда я собственно и переехал это мегаполис это мегаполис с кучей возможностей с кучей интерактива с кучей всего да это если я не ошибаюсь по каком-то там рейтингу топ-5 городов мегаполисов по моему в мире да и там третье или четвертое место что-то такое могу ошибаться и это сказывается то есть деформация которая предоставляет себе мегаполис она всегда есть когда ты уезжаешь в город с населением ну в батуми типа около 200 тысяч человек населения любой любой округ москвы там район беляева или конькова больше по населению сам по себе а это один из ну всего лишь район москвы и здесь получается что да это сказывается то есть у тебя меньше людей меньше возможностей меньше каких-то сервисов это именно что первое что приходит когда ты переезжаешь другую страну в маленький город из столицы из мегаполиса в провинцию к этому привыкаешь но в моем случае я там за две недели наверное уже ну поставил себе такую в голове формулировку что стас извини но у тебя теперь немножко ну что если тебе нужно что-то сделать и теперь делать что не в течение двух часов да в течение целого рабочего дня условно потому что здесь люди так работают здесь совершенно другой менталитет в этом плане и в каждой стране совершенно по-разному в каждом городе даже совершенно по-разному может отличаться плюсы это климат лично для меня я метеозависимый человек и когда в россии начинается сезон два-три дня дождей меня складывает и я все я могу типа я умираю здесь несмотря тоже на перепады давления перепады температуры я это не ощущаю как таково с одной стороны горы с другой стороны море это видимо каким-то образом атмосферно компенсирует тепло свежие фрукты овощи разумеется да и хинкали хачапури все прелести грузинской кухни в том числе как и любой другой было бы национальной кухни где бы я ни был бы определенные цены определенное отношение к людям определенной ценности определенная экономика как это не плюс это не минус это просто другое ко всему к этому постепенно привыкаешь ну то есть здесь вне зависимости от страны который выбираешь хорошо но с точки зрения личного пайна с точки зрения функционирования бизнеса удобно удобно у вас там получается все стало насколько это ну насколько трудоемкая задача была перевести бизнес смотри когда мы перевозим бизнес так или иначе мы пытаемся искать человека который варится в этой кухне достаточно давно в идеале местного да то есть место бухгалтера какой-нибудь или местный юриста лучше и тот и другой который будет помогать по понятным причинам ты не знаешь местного законодательства ты не знаешь местных финансовых институтов ты не знаешь как работает местная отчетная система бухгалтерии как минимум и ты пытаешься это все узнать из первых уст находишь этих людей они тебе помогают с точки зрения грузии открыть юридическое лицо проблем не составляла вообще никакого труда это было даже быстрее чем открыть юридическое лицо в россии по срокам а банковский счет банковский счет чуть посложнее чуть подольше но тут самая проблема давайте так откровенно говоря многие сюда приезжают открывают юридические лица или открывают банковские счета от физических лиц и уезжают таких много так или иначе чтобы оплачивать свой любимый спотифай стим и все 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 остальное прочее и когда ты даешь понять руководству или не руководству там сотрудника банка того или иного что ты действительно приехал сюда и ты собираешься здесь работать прям работать тогда все становится очень легко а дорогое ли это удовольствие ну то что я например знаю что если в дубае открывать компанию обычно на это уходит достаточно много времени там несколько месяцев а то и до полугода и именно банковский счет там сложнее всего открыть и пока это все сделаешь уходит на это от двадцати там и больше тысяч долларов на все расходы сопровождающие открытие компании и счета особенно там сложно с тем что нужно обязательно арендовать чаще всего виртуальный офис и банковский счет две сложно взаимозаменяемые вещи в общем это от двадцати и больше тысяч долларов уходит на это а как вот если говорить про грузию с дубаями да есть такая история с грузии все достаточно просто достаточно дешево и лайтово я тебе к сожалению сейчас не смогу сказать по конкретным цифрам но здесь сложнее именно в первую очередь найти общий язык с тем людьми которых находите помогать находишь общий язык дальше идут все как по маслу в принципе не без проблем не без скотчек но все окей и все достаточно плавно ну опять таки же насколько это возможно насколько ты там не знаю сталкивались с какими проблемами работы с юридическим лицом россии здесь ну тоже сталкнетесь как бы окей непривычно если вы не сталкивались с никакими проблемами с юридическим лицом в россии там с валютным контролем с банками с каким-то там проверками с получением айти аккредитации россии да то если никаких проблем вообще никогда не было то здесь да покажется что ой как проблематично и вот это вот все хотя по факту точно так же как везде понятно слушай ну в целом в целом понятно а если а вот с точки зрения отношения вообще людей как знаешь там это иногда то и вот сам я не был в грузии вообще ни разу в жизни и интересно вот как вот ты когда гуляешь там ходишь по улице как вообще отношения в работе там вообще не с госорганами я были различными сервисами службами я не могу сказать о всю грузию потому что во всей грузии совершенно разная аудитория то есть тбилиси это совершенно одни люди со своими со своим отношением ко всему к иностранцам и так далее а в батуми процентов 40 это иностранцы вообще в целом со всех точек мира был случай я сижу в кафе ко мне подсаживается британец и потом к нам подсаживаться два человека из суда на и мы просто разговариваем на какие-то общесторонние темы спрашиваю ребята что в батуми делаете а мы здесь в отпуске на грунт круто то есть здесь иностранцы это вполне в порядке вещей и соответственно нет никакого такого особенного отношения скажем так здорово то есть и сервис до пдна цены там высокие большие вообще ну потому что есть так много иностранцев так много туристов они бывают цены вздергивают как 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 с ценой на вообще продукты там и все такое знаешь тут другие обстоятельства экономического характера складывается во-первых да курортный город жилье вырастает в цене в сезон сезон здесь длится около полугода начиная с июня ну типа до октября условно в это время цены на жилье могут повышаться опять-таки как ты говоришь если ты снимаешь и говоришь даешь понимать что ты здесь минимум на год в этой квартире решил заселиться то у тебя цена будет плюс-минус адекватная выше чем было там год назад но все же адекватнее чем если снимать на месяц на три и так далее если мы говорим про продукты здесь ну дешевле чем в россии в целом если вот совсем в целом жкх продукты питания развлечения хотя коих здесь мало откровенно говоря те же кафешки и рестораны ну дешевле да значительно если говорим про ресторан и кафе то за 10 лари можно заказать какой нибудь салат условно за 7 даже в лари это у нас в районе двух долларов сейчас по текущему курсу приносит байду размером не знаю чуть ли не стати который можно извиняюсь обожраться и уже на горячего места не хватит ну то есть если так из что-то из этой серии да если мы говорим про хинкали от 1 лари за полтора лари за штуку минимальный заказ 5 хинкали мы получаем условно 12 с половиной в максимуме лари за 5 хинкали это тип условно 4 доллара и 5 хинкали и я потом больше ничего ничего не могу съесть ну то есть если мы с вами грузинскую кухню москва и батуми то да в батуми сильно дешевле но опять таки же заведение было совершенно разного характера слушай на на этой вкусной теме мне кажется надо переходить дальше это очень захотелось поесть прямо такого так вкусно ты это описываешь давайте поговорим еще про разные другие страны какие страны вообще переезжают вот опять-таки если посмотреть исследования и то что вот я знаю куда люди переезжают да то это было как раз вот грузия на одном из первых мест это грузия армения турция в первую очередь казахстан объединенные арабские эмираты но там очень дорого сербия кипр португалия иногда даже япония там таиланд у меня многие кто крипт проекта делают еще в прошлом году в таиланд перебрались потому что там очень много делают крипт проект криптоигр куда еще может быть кстати вот стас вот по твоим внутренним ощущениям сколько народу на твой взгляд это переехала вообще из коллег из россии в другую страну и куда обычно это происходит я одно время во время переезда мониторал чатики и суммарно по чатикам наверное было тысяч сорок человек которые чисто геймдев около геймдева либо планировали либо переехали а сколько всего в российском геймдеве человек на твой взгляд ну видимо около тысяч 150 возможно возможно и больше я надеюсь больше кадры то нужны всем но не суть многие из этих людей повторялись поэтому это немного нерелевантная информация по моим ощущениям много переехала в страны бывшего снг то есть это киргизия казахстан узбекистан особенно учитывая что в узбекистане есть айти парка эти льготы сродни российским а даже еще чуть-чуть по цифрам лучше ну приятнее точно есть да и у меня туда знакомые одни да переехали точно стас вообще прям в точку многие уехали в черногорию болгарию кипр разумеется куда же без него Турция как ты говорил Грузия как ты говорил да Дальний Восток это уже какие-то знаешь на мой взгляд минимальные вещи ну то есть маленьким маленькими составами небольшими да нельзя сказать что прям толпой уехали в Таиланд я не слышал по крайней мере таких историй или в Сингапур вопрос заключается где проще а открыть юридическое лицо б быть там жить там как экспату получать какие-то гражданские или окологражданские права на открытие банковских счетов на оформление там видно на жительство на требования на разрешение на работу на получение рабочей визы все зависит от вот этих вот ситуаций у каждой страны это все совершенно по-разному то есть в Узбекистане например нужно получить сделать регистрацию по приезду в течение недели потом там штрафы в пятьдесят или сто долларов что-то такое то есть какой-то срок если я правильно помню могу ошибаться опять таки же в Грузии можно находиться год без визы потом делаешь виза ран и опять год этот обнуляется в принципе у многих этих условий из России примерно равная история то есть многие экспаты которые уехали в Россию так делают периодически ну нормальная история а так по моему ощущению приехало очень много прям очень много людей и сейчас далеко не 17 процентов мне кажется около 40 о спасибо спасибо да а Кость а ты что думаешь вот по твоим ощущениям как и куда ну у нас много хорошей статистики она есть как официальная так и действительно вот по ощущениям первое на что я бы обратил внимание это конечно на те игровые компании которые так или иначе релацировались и посмотрите на крупнейшие из них это скажем Майтона это там Плейрикс ну Плейрикс в меньшей степени потому что они уже были готовы ко всему этому Майтона в большей степени так как у них юридическое лицо что находится в Сингапуре и просто посмотрев что вот суммарно в таких вот крупных компаниях там более 10 тысяч сотрудников можно предположить что да действительно значительное количество специалистов релацировалось вот действительно не все релацировались у меня очень многие знакомые друзья с той же Майтоны которые сказали нет я не хочу никуда переезжать мне в России очень комфортно поэтому я просто увольняюсь из компании и буду заниматься инди-разработкой ну на мой взгляд это тоже вариант вариант классный я вообще большой фанат и поддерживаю инди-разработку вот но именно если заниматься какой-то большой такой корпоративной деятельностью то наверное надо пойти будет уже немножко другие компании такие как скажем ВКонтакте вот все что с этим связано вот мне было бы еще очень интересно послушать какие юридические преимущества есть в других юрисдикциях я вот внимательно изучал те самые эмираты мне очень понравилось то что некоторые из эмиратов предоставляют дорого но очень круто вот было бы интересно послушать и про Грузию и про Болгарию что же там такого юридически для компании полезного вот может мы у Димы спросим про его планы связанные с релокацией компании да у нас сегодня руководитель студии от МЭАТР Дмитрий Светлов ты же сейчас как раз изучаешь куда и как релокировать компанию расскажи к чему привели тебя исследования где какие условия привет привет да ну ты правильно говоришь про релокацию компании потому что действительно сейчас релокация студии и компании там возможно разные вещи и вот как раз месяц назад мы с нашими коллегами ездили на разведку разные страны поехали в Армению и в Казахстан и неделю там катались посмотрели все и наверное уже практически решили и выбрали Казахстан как страну в которой мы будем бежать компанию к сожалению туда ребята не хотят ехать переезжать вот но для открытия компании там условия наверное самые лучшие что я вообще видел потому что там есть такая штука как Астана Хаб это у них в Астане которая сейчас называется Нур-Султаном вот есть такая IT-зона а во-первых там есть вообще зона которая называется МФЦА это мировой финансовый и какой-то и центр это такая зона внутри Астаны которая живет по британскому праву и какие-то там особенные условия для ведения бизнеса а внутри нее есть такая штука как Астана Хаб это зона для айтишников и вот если ты там открываешь компанию а на чем это похоже на наши сколково вот если там открываешь компанию то первое время у тебя будет там большинство налогов нулевые у тебя будут льготные всякие отчисления фонды то есть ввести там деятельность очень-очень выгодно вот ну и в принципе кстати говоря Казахстан произвел впечатление такой какой-то очень ориентированной на IT страны и вообще на развитие бизнеса и прочее у них там какие-то есть очень прикольные приложения у них есть аналог наших госуслуг которые например там все гордятся что он даже круче чем наши госуслуги уж казалось бы с чего может быть круче русский госуслуг да там не знаю меня удивило что я открыл там матковские счеты там можно вообще без единой комиссии менять валюту по биржевому курсу я офигел просто почти один в один в общем много таких приятных штук я бы наверное даже бы рассмотрел возможность туда ревоцироваться именно компанией потому что мне кажется что вот опять же страны в которой можно более мягко ревоцироваться сложно представить потому что я удивился что мы оказались в России же то есть мы уехали из России а оказались в России потому что там все говорят на русском там русские вывески везде русские товары русские магазины Яндекс везде работает и прочее но я могу понять ребят которые не хотят подпечатать потому что все таки все страны с окончанием стан в конце ассоциируются со странами третьего мира и как то вот чисто психологически не хочется всем хочется поближе к евро тут я кстати замечу такой интересный момент действительно такие ассоциации есть но вот когда я сам смотрел на эти страны на тот же Казахстан про который ты рассказываешь на Киргизию я был очень приятно удивлен тому насколько они шагнули вперед насколько сейчас там условия жизни стало прогрессивнее и лучше это правда абсолютно да там вообще могу сказать вот всем кто раздумывает рекомендую съездить и посмотреть потому что ну у меня может быть конечно у меня ожидания тоже были как у всех занижены но в итоге я уехал с учением что-то здорово а кстати второй важный момент опять же по поводу Казахстана появилось ощущение что они очень рады вообще людям которые к ним хотят перебраться потому что вот для сравнения Армения которая тоже очень классная и армян очень люблю и у них город красивый но вот нет такого вот то что в Казахстане как только мы встречались все давайте к нам нас все пытались убедить что надо ехать к ним потому что у них классно а армяне скорее более такие вот ну как бы да мы гостеприимные но не то что мы там безумно все к себе зовем но нам и без вас прошу кстати с окончанием Настан я буквально недавно ездил в Дагестан ну это в России я как просто ездил отдохнуть мне так там понравилось такие красивые места такие люди ну какие то вот как раз вот как ты говоришь да вот добрые ну такие отзывчивые открытые прям ну рады рады тебя видеть и еда вкусная там ну в общем да на самом деле мне кажется может быть какие то предрассудки потому что ну вот тот же Дагестан это просто прекрасное очень красивое великолепное место ну тут не знаю стоит ли этого стыдиться но до вот этой поездки я же по факту ничего не знал да и кроме Барата который из Казахстана это вот все мои были представления а тут оказалось вообще что Барата изображает Саша Баранкоин араба а Казахстана вообще-то азиатская страна то есть это совсем мимо ну на самом деле тут важный фактор что большинство геймдет компаний у нас все-таки расположено в крупных городах России Москва, Питер там Екатеринбург вот и поэтому зачастую да именно мышление жителей мегаполиса накладывает свой отпечаток приезжая в другую страну сознательно почему-то думает что там должно быть либо так же либо прям совсем хуже и это было одна из причин почему многие там айтишники релакторовавшись ту же там Армению Грузию они в итоге уже уехали обратно просто потому что как говорил Стас совершенно другой уровень жизни совершенно другие правила жизни и не все были готовы их принять после там Москвы с углосуточным обслуживанием доставками вайфаем везде только можно не все смогли перестроиться на новые условия поэтому у меня несколько коллег тоже уехал в Казахстан и ну после того как они просто приняли некоторые местные особенности они были очень довольны и действительно это очень интересная страна в которой очень много сделалось для развития этих секторов но и она не уступает стивилизованности никакой другой стране по крайней мере там то что происходит крупной город это правда потому что мы там жили в хорошем отеле ели в хороших ресторанах и они были по уровню ну абсолютно московскому в данном случае московский для меня достаточно высокий уровень потому что даже в Армении хоть там все вкусно но все равно это было ощущение немножко такого вот ну там минус 10 лет условно в Москве я там ходил долго не мог свою утреннюю мачу найти у меня есть привычка такая утром пивать чашку мачу а в Армении нет мачу да это конечно тяжелое тяжелое испытание но это на самом деле психологически тоже важный момент вот потому что сейчас очень многие именно ну поколение такое уже выросло когда люди начинают очень сильно страдать от того что их привычные какие-то там удобства внезапно исчезают то есть там поколение там 90-х которое у нас гидры все еще превалирует они не пугаются уходу Nike или Nike из России потому что ну как бы окей не будет мебели от Nike будет какая-то другая мебель вот а для многих особенно для билиниалов ну действительно невозможно выпить там утром привычную чашку кофе в привычном месте это серьезное нарушение их психологического комфорта поэтому тут как бы я не могу смеяться потому что по сути дима прав оказываться каких-то привычных удовольствий а зачем почему вы должны это делать именно из-за этого наверное многие так и чувствуют себя там не очень комфортно когда не могут там найти что-то привычное да просто к чему я потому что релацируя с другую страну вы должны четко понимать что вы приезжаете все-таки в другой мир с другим укладом он может быть более цивилизованный менее цивилизованный там совершенно неважно в любом случае там все будет по-другому и ваши привычки ваше поведение как вы вели себя там в Москве или где-то вам придется подстраиваться под местные правила а не пытаться подстроить место под свои как бы одно дело съездить в другую страну в отпуск совершенно другое дело переезжать туда на долгий срок для того чтобы работать там и в перспективе долгое время жить это другая страна другой мир и надо быть готовым к тому что вам придется и свое поведение и какие-то свои привычки подстраивать под местные правила а не наоборот вот это то с чем столкнулись очень многие не все смогли это большая проблема на самом деле мне вот сейчас предлагают тоже релокацию в Швецию в Стокгольм и мне очень трудно согласиться поэтому скорее всего я не смогу это сделать я смотрю на шведские города смотрю на то как работает их там медицина на их уклад на их привычки связанные с общественным транспортом более того это страна где не очень то уж активно используют английский язык я удивился когда пообщался с коллегами из Германии из Берлина и узнал что даже в Берлине казалось бы супер международном таком интернациональном городе очень многие не хотят говорить по-английски и общаются на немецком это тоже одна из проблем релокации все вот эти наши и привычки и комфорт это все немножко Костя главное Францию не рассматривать ну да и надо быть готовым учить местный язык в любом случае если ты планируешь год и более оставаться там то это становится необходимостью просто для того чтобы нормально коммуницировать с людьми на улицах и для того чтобы просто чувствовать себя вообще в социуме потому что идея там русских анклавов или чего-то подобного когда там мы общаемся только со своей тусовкой но она же не способна на короткий период времени там до года а дальше ты в любом случае ты живешь в стране ты будешь пересекаться с гражданами этой страны постоянно и там знание английского тебя уже не спасет ага большинство компаний они это понимают тоже тот же парадокс с которым я общался они у них есть бесплатные курсы обучения шведскому языку то есть они понимают что нужно интегрировать своих сотрудников в общество и это круто Стас а почему не нужно расскажи во Францию переезжать я много просто слышал об этом но не знаю конкретики есть такой синдром японцы выявили типа многие туристы которые едут во Францию они потом приезжают обратно в Японию и у них депрессняк на тему того что французы если мы говорим про туристов к туристам относятся не сильно доброжелательно как казалось и это номер один поинт поинт номер два то что если мы говорим в Германии в крупных городах то есть Берлин Кёльн Франкфурт там говорят по-английски далеко не все то во Франции еще меньший процент и тут очень тяжело с французами в этом плане они очень такие консервативные в этом плане и в этом есть логика в этом есть причины но иногда смотрятся со стороны на это как-то странно почему казалось бы вот у вас Англия под боком да вот у вас Германия под другим боком почему вы так себя ведете почему вы не хотите настолько интернационализироваться но croissant он багет Точно забавно кстати то что касается вот таких моментов я созванивался несколько недель назад с одной немецкой компанией не буду называть потому что ее вместе могла быть любая абсолютно другая компания и они сейчас рассказывают насколько сильно они безумно довольны тем что происходит руководитель разработки говорит мы ищем все возможные невозможные причины для того чтобы сократить собственных сотрудников и как можно быстрее больше взять на работу россиян которые релацируются потому что им можно предложить дисконт по зарплате до 30 процентов в связи с релокацией и это очень выгодно а в плане квалификации в плане опыта российские разработчики игр они очень крутые ну так же как конечно там белорусские украинские у нас очень такая близкая близкая комьюнити вот поэтому для европейцев сейчас супер выгодная ситуация и это не единственная студия которую я встречал с такой политикой вот американцы немножко недополучают потому что я что-то мало вижу желающих через океан эмигрировать наверное далековато просто слушай если говорить про рынок я уверен что снг рынок вообще в целом особенно мобильный рынок имеет очень классных каналов очень классных специалистов вообще в целом да и это за последние лет пять если программисты у нас всегда достаточно сильные были опять таки же сугубо личный взгляд сугубо насколько я вижу без какой-либо статистики цифровой подтвержденной какими-то источниками то художники у нас за последние лет пять очень сильно поднялись игровые дизайнеры очень сильно поднялись и это прям уровень прям уровень уровень хочу сказать да у нас у нас очень серьезная математика в плане геймдизайна баланс аналитика это правда единственное наверное в чем мы послабее это работа с играми которые основаны на нумеративном дизайне стереотеллинге ну тут просто чисто по финансовым причинам у нас буквально вот последние годы только появились крупные фонды которые готовы спонсировать триплэй проекты и раньше тупо вот таких триплэй у нас особо не разрабатывалось ну правда наверное в нынешних реалиях тоже сейчас как бы так как инвестиции в основном на холд тоже непонятно как будет ну про триплэй это даже инди крупнобюджетные разрабатывались очень редко это было что-то из серии ого крупные красивые инди с офигенными механиками вау ну то есть тут такое ау потому что люди умеют и научились достаточно давно да это очень круто посмотрите вот я все время рассказываю нашим слушателям как много крутых инди продуктов вышло в прошлом году и пандемия которая там действительно для каких-то сфер оказалась критичной для геймдева наоборот простимулировала чтобы в это время люди сидели и работали и мы видим десятки российских инди игр которые заработали более миллиона долларов ну на самом деле конечно это все PC-шные продукты то есть мобильные инди их поменьше мобильные все-таки наверное больше такая корпоративная разработка но в любом случае это очень круто а давайте как раз вот вернемся к теме нашей дискуссии мы поговорили про то как перевозить компании да и как переезжать компании а вот если тот кто нас слушает это просто ну сотрудник игровой компании или программист цифровой кочевник так сказать который работает на удаленке и может переезжать там кататься по разным странам и вот с нами сегодня Яна Яна как раз она вообще много каталась по разным странам мы из разных стран работала насколько я знаю и собственно Ян расскажи пожалуйста вот свою историю различных переездов релокаций как вообще это происходит где лучше где тебе больше нравится где меньше какие плюсы и минусы в этом ну на самом деле я не так много езжу но последний год действительно получился годом путешествий и вот как раз последний год да особенно я помню тебя в конце прошлого года пришлось ездить в Хорватию чтобы привиться модерны а это весной я планировала учить болгарский чтобы летом попробовать получить ВНЖ в Болгарии как фрилансер дело в том что фриланс виза требуют сдать экзамен по болгарскому конец февраля стал для меня шоком из-за депрессии было вообще невозможно что-либо делать вместо работы либо постоянно читаешь новости либо не вылезаешь с телеграм чатов по релокации в начале марта приняв решение уезжать из России я меньше чем через сутки сидела в самолете сорваться с места и улететь в неизвестность было тяжело но помимо моральных и других причин стало ясно что надо либо ставить крест на моем проекте в который я вложила несколько лет своей жизни либо релаксировать его за пределы России мой стартап нацелен прежде всего на американский рынок это VR-приложение с помощью которого можно делать мультфильмы проблем с выбором куда лететь не было в Болгарии мне есть где жить у родственников есть квартира а когда в кармане полторы тысячи евро и впереди неизвестность то возможность жить в студии за которую не надо платить это это определяющий фактор улететь было непросто сначала попыталась взять билет в Стамбул но цены выросли до совершенно космических сумм в районе 100-150 тысяч ого но когда удалось побороть душившую меня жабу выяснилось что билеты пропали и на завтра и на послезавтра на две недели вперед ни одного билета но удалось найти дешевый тысяч за восемь перелет из Москвы в Казахстан через Калининград пришлось лететь в Нурсултан надеясь что там я смогу купить билеты и добраться до Болгарии было страшно что заострянув в Нурсултане чувствовалась я просто последней предательницей по отношению к оставшимся в Москве мужу и коту но если кто-то и может обустроиться за границей то это программист и поэтому лететь имело смысл мне а не мужу бухгалтеру в Нурсултане я сняла отель на пять дней купила местную сим-карту и в первый день просидела в отеле в полной прострации постоянно крутя на телефоне песню Галича а когда я вернусь именно такое было настроение Нурсултан мне запомнился монументальной архитектурой огромными пустыми пространствами и ледяным пронизывающим ветром мы встретились живу с казахским коллегой с которым мы договорились еще в Москве он показал мне город мы обсудили с ним наши проекты выяснилось что мы с ним были несколько лет назад на одной и той же программе в акселераторе ТМО в конце концов мне удалось купить билет в Стамбул тысяч за сорок в результате до НСЕБРа в общей сложности я добиралась 8 дней маршрут получился такой Москва Калининград Нурсултан Чемкент Стамбул Бургас и наконец НСЕБР и вот я в НСЕБРе крыша над головой есть платить нужно только заводу и электричество кстати в Болгарии нет квартплаты так что оплачивать коммуналку выходило значительно дешевле чем в Москве что касается болгарских цен то цены на продукты в магазине вполне сравнимы с московскими что-то дороже что-то дешевле а вот лекарство которое я покупал в России по цене 1700 рублей за 21 таблетку в Болгарии стоит 4 евро ну сейчас это наверное рублей 300 за 28 таблеток и глядя на то что бачка базита которую мы кормим кота подорожала в Москве до 425 рублей я понимаю что эвакуация моего абиссинца в Болгарию будет экономически выгодным короче вывод однозначен эвакуируем всех котов в Болгарии в Болгарии вообще много котов ну а в целом вот с точки зрения вот ты сейчас сейчас в Болгарии да живешь я нет мне сейчас пришлось временно вернуться в Москву я жила в Болгарии по туристической визе которая позволяет находиться в стране не больше 90 дней поэтому через 3 месяца мне пришлось вернуться первый месяц я провела в Болгарии без возможности зарабатывать то есть я продолжала работать на московского заказчика заработанные деньги шли на московскую сберовскую карточку моей семье как раз на то чтобы прокормить кота но перевести их мне в Болгарию не было никакой возможности так что я продала взятые с собой евро в Болгарии человеку с российским паспортом сейчас практически невозможно открыть банковский счет поэтому я жалела что не открыла счет в казахском банке из болгарского райфайзена меня завернули как только увидели российский паспорт в других банках разговор заканчивался после того как выяснялось что у меня нет вида на жительство а как что ты там жить собираешься дальше если ну как есть варианты например знакомые которые могут принять платеж на свой счет а потом отдать тебе наличку ну и крипто конечно в Болгарии стоят абсолютно легальные криптоматы где ты можешь наличить свой криптовый счет ничего себе вот это вот это круто конечно также выяснилось что в некоторых банках россиянам все же открывают счета правда такие банки берут за так называемую проверку нехилую сумму в апреле это было 25 евро сейчас же такса поднялась до 100 или 150 евро причем такая проверка совершенно гарантирует что человеку откроют счет но чтобы узнать о таких возможностях приходится практически безвылазно сидеть в мигрантских телеграм чатах и мониторить информацию когда через месяц я нашла испанского заказчика и получила первую денежку я поняла что моя импульсивная поездка оказалась не напрасной сидя я в москве я бы глубже и глубже погружалась в депрессию без надёгу в общем жизнь наладилась появилась уверенность в завтрашнем дне появились друзья из локальной русскоязычной диаспоры ну то есть получается что если в болгарии сейчас даже в банках так тяжело открыть наверное это не лучшее место для переезда получается ну да в болгарии сейчас не самое простое место для релокации я собиралась получить вид на жительство в болгарии я договорилась с человеком который помогает пройти этот процесс который много лет занимается этим и который сейчас релокирует в болгарию российские айти-компании в июне он планировал заняться моей релокацией но сейчас в болгарии идет работа над законопроектом который поменяет законодательство о миграции в сторону ужесточения так что пока мы ждем когда закон будет принят и появится какая-то определенность в любом случае я планирую осенью вернуться в болгарию надеюсь зарегистрировать там фирму под свой проект и под фриланс но если не удастся получить внж думаю и насчет других стран Турция Грузия Армения по твоим внутренним ощущениям сколько вот у тебя из коллег и знакомых вот сейчас переехало ты знаешь по субъективным ощущениям переехало большинство общаешься в чатах Павра Миксар практически все переехали ну надо же как интересно вот это видимо да видимо зависит от того где общаешься у меня вот по внутренним ощущениям субъективным наоборот практически все да остались ну да видимо это связано с тем где где взаимодействуешь и где общаешься но вот мне кажется оценка да кости она максимально максимально так основана на цифрах и аналитике ну на самом деле ты прав Слав это очень сильно зависит от круга общения вот потому что ну психологическая фишка как бы мы в основном стараемся общаться с людьми которые так или иначе разделяют наше стремление и чаяния и понятное дело что человек который хочет реванцироваться он в первую очередь там общается с теми людьми кто тоже рассматривает какие варианты там смотрит разные страны в интервокационных чатиках так что ничего удивительного в том что у тебя большинство твоих знакомых осталось да да ну да такой информационный пузырь в котором варишься вот я согласен на самом деле с хостей по оценкам что где-то на мой взгляд процентов 40-45 уехало из них на мой взгляд уже процентов 10 вернулось обратно но это не закончилось то есть процесс релокации он продолжается просто сейчас многие уезжают уже более взвешенно так сказать на подготовленные позиции потому что в конце февраля начале марта многие ехали сильно на эмоциях то есть как бы главное сейчас как бы релаксироваться а там дальше уже будут разбираться ну в принципе как Яна и описывала ну вот сейчас многие уже достаточно сознательно там просчитывают маршрут выбирают лучшие места предварительно там все выясняют договариваются и тогда уже релаксироваться причем как студии так и физические да мне тоже кажется это важный момент потому что из тех кто уехал скажем так в первой волне на эмоциях действительно было достаточно большое количество людей поэтому собственно и были возвраты там кого-то кончились деньги у кого-то не получилось сходу найти такую работу как ему нравится а вот сейчас та самая вторая волна более осознанная она на мой взгляд не приведет уже к тому что люди будут возвращаться массово потому что релаксируются прям компаниями вот то о чем нам Дима сегодня рассказывал в том числе по логике да даже в первую очередь по логике бизнесовой я много общался с коллегами и вот мне там толпы задают вопрос ну типа а мы не можем из Сингапура завести сюда деньги просто для того чтобы заплатить зарплату расскажи как это сделать или 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 молчи да я надеюсь что именно вот эта проблема это то на что в первую очередь будут смотреть и то с чем будут помогать с решением потому что честно говоря я пока вообще без какого-то государственного вмешательства даже не понимаю и не могу предложить ни одной легальной схемы как это решить а извините мы хотим платить за труд сотрудникам зарплаты мы хотим чтобы люди работали все получали в белую официально чтобы все у людей было хорошо и я совершенно понимаю требования всех компаний которые говорят ну знаете давайте вы наверное релацируетесь и потом мы вам заплатим зарплату не потому что они какие-то нехорошие а потому что они просто физически не могут по-другому ну на самом деле это действительно огромная проблема сейчас вот и на самом деле я даже не знаю мне кажется что здесь надо наверное даже не столько нашего государства регулирования российского ожидать сколько какого-то международного потому что проблема тоже не только в российских законах проблема и в большом количестве санкций которые были после нас приняты из-за чего собственно все это завертелось вот и ты совершенно прав что большинство компаний релацируется именно там не с точки зрения невыносимости климата в России или там каких-то политических пристрастий а исключительно по бизнесовой логике просто потому что продолжать вести бизнес в России ну стало невозможно на международном рынке и у компании нет другого выхода кроме как релацироваться и перевозить большую часть это правда и к сожалению это регулирование исключительно финансовых институтов международных как они там у себя откроют условно шлюзы так и это все будет все проще не откроют а будем страдать вне зависимости от того как вне зависимости от того ведешь ли ты бизнес международный или чисто российский но давайте будем честны у многих наших разработчиков и вообще в целом компании либо прибыль либо инвестиции проходит из-за рубежа вопрос как зачем почему и сколько мы теряем при этих переводах я бы даже сказал что у подавляющего большинства компаний да это зарубежные деньги даже не столько инвесторские может быть сколько ну платежи которые тебе приходят за то что твоя игра там хорошо работает там в Англии в Швейцарии где-то еще и релокация на самом деле я говорил с разными компаниями ну это всегда очень болезненный удар в компании во-первых перевоз такого количества сотрудников он очень затратим в любом случае даже если ты приезжаешь в страну которая потенциально дешевле во-вторых это очень сильный удар по бизнес-процессу потому что люди заняты не работой а там устройством быта попытками найти там магазины с хорошими продукциями и там ну банально закупить какую-то мебель там как-то обжиться детей в садике сдать вот то есть некоторые компании они на 2-3 месяца просто фактически выпали из операционки у них не было возможности заниматься нормальной поддержкой своих продуктов к сожалению это правда плюс даже при как-то не парадоксально но даже при переезде в казалось бы более дешевые страны по сравнению с Россией ну та же Армения все равно почему-то общие косты возрастают ну то есть люди говорят о том что офис и содержание людей там в Армении или в Грузии обходится им не дешевле а то периодически дороже чем держать тех же самых людей вот все в Москве я уж не говорю про европейские страны и Кипр где это гарантированно дороже будет и сильно дороже потому что здесь мы все процессы наладили уже ну смотри здесь история двух как бы есть лично или есть бизнесовая да лично например давайте так у многих людей есть так или иначе квартира в Москве там доставшиеся там от родителей купленным самостоятельно и так далее да ты передаешь другую страну и ты уже снимаешь вот у тебя статья расходов которая достаточно большая так или иначе да потом ты первая твоя закупка мебели и всего-всего остального что тебе нужно для жизни это тоже расходы потому что ты не привезешь все с собой из предыдущей квартиры ну физически конечно хотя я видел тут у меня в аэропорту когда я улетал собственно была семейная пара которая везла с тобой с собой перегруза примерно в 115 килограмм и да 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 то есть там они аймак взяли книги взяли и так далее такой ну как бы окей можно я в другую очередь просто пойду на регистрацию а вы стоите вот в своей очереди пока вы это будете все оформлять это вот что касается личного да продукты питания ЖКХ это возможно дешевле возможно столько же зависит от страны но одна квартира чего стоит плюс какие-то мелочи да сервисы местные и так далее и так далее то есть это все равно так или иначе накладывается интернет интернет к примеру в россии по цена качества да и по цене в целом один из самых дешевых интернет в мире и по качеству в том числе я за такую же скорость в корее платил примерно 100 долларов в месяц ну то есть разница очевидна да в европе так же в америке еще жестче но в америке и скорость хуже к примеру базовая да и здесь как бы такие вещи они разносторонние это на личном уровне на бизнесовом уровне понятное дело как Костя говорил у тебя процессы там здесь не выстроены в новой стороне вообще ты не знаешь чё куда зачем почему какие нормальные цены и так далее без должного ресерча как минимум в месяц если ты будешь открывать офис с самого начала ты влетишь в нормальную в копеечку у тебя возможно аренда офиса будет дешевле потому что сама аренда ниже но мебель коммуникации там не знаю кондиционеры техника всё-всё-всё-всё-всё суммарно у тебя такое здравствуйте минус много тысяч долларов и ты понимаешь потом прикидываешь что в Москве бы на ту же самую мебель ты потратил бы меньше потому что у тебя же есть знакомые условные поставщики этой мебели а здесь всё по новой да я кстати был очень удивлен когда увидел что в штатах интернет настолько хуже чем в России при том что он нам настолько дороже также я начал немножко копать на эту тему почему так посмотрел разные европейские страны пообщался с коллегами и уровень банковского сервиса доступности интернета и всего что с этим связано меня просто поразил моих знакомые живут в Нидерландах они достаточно такая хорошая обеспеченная семья у них трехэтажный собственный дом несколько машин и у них нет возможности совершать онлайн платежи я не могу это представить себе у них есть карточка и дома стоит банкомат ну типа банкомат или терминала как киви знаете прямо в квартире да вот в их доме они к нему подходят с карты пополняют чтобы совершить интернет покупки для меня это просто дикость какая-то а когда мои коллеги из Берлина рассказывают что они практически нигде не могут расплатиться кредиткой и либо нужно использовать социальную карту берлинца да там или когда немца либо наличку для меня это тоже дикость а никакого вам Apple Pay Google Pay и кредитных карт в то время как ты приехал в какой-нибудь Таиланд ты везде просто можешь расплачиваться этими кредитами поэтому это конечно удивительно Яна можешь рассказать как с этим в Болгарии так ну в Болгарии со связью у меня все неплохо в квартиру проведено оптоволокно безлимитка то ли 150 то ли 300 мегабит секунды я за нее плачу 15 евро в месяц ну это вполне себе комфортно да если бы я заплатила сразу за год то у меня получилось бы по 10 евро в месяц но пока плачу помесячно болгарские знакомые из других городов говорят что это дорого я же живу в курортном городе здесь все раза в полтора-два дороже сначала я пользовалась мобильным интернетом это предоплаченные мобильные симки от провайдера А1 там только трафик без телефонных звонков я покупала симки на 10 гигов по 5 евро но можно взять и на 50 гигабайт за 17,5 половиной пополнять эти симки невыгодно дешевле выкинуть и купить новую слышали бы это российские сотовые операторы которые сейчас ввели плату за сим-карты по качеству у А1 мобильный интернет ну ничуть не хуже чем у Мегафона в Москве предоплаченные интернет симки продаются в разных магазинчиках без паспорта когда я покупала голосовую симку провайдера Виваком пришлось оформить ее по заграннику у Вивакома интернет просто ужасен ну и в Москве с Вивакомом у меня был очень неприятный опыт естественно уезжая в Болгарию я отключила мобильный трафик пополнила счет на 3 месяца абонентская плата там около 3 или 4 евро в месяц никаких звонков никаких смс не делала и тем не менее каждую неделю я обнаруживала что мой телефонный счет внезапно обнулялся сначала я пополняла счет и в итоге потратила на постоянное пополнение счета наверное евро 40 пробовала списываться со службы поддержки но те говорили что все списывается корректно а детализацию я могу получить в офисе но вернусь в Болгарию буду разбираться сейчас на счету телефона у меня ноль я его не пополняю но входящие смски исправно приходят так что оказалось правильнее не пополнять симку на несколько месяцев а держать ее обнулено периодически минимально пополняя ее чтобы симка не деактивировалась а деактивируется она спустя полгода после последнего пополнения полгода это хорошо в Грузии в Грузии к примеру интернет стоит если мы говорим про мобильный порядка 10 долларов в месяц безлимитный на операторе и если мы говорим про домашний то здесь у них другая система 1 лари за 1 мегабит если мы просим 100 мегабит скорости то мы платим 100 лари что примерно равняется 33 долларам около того в месяц но после россии типа 33 доллара за интернет кажется что-то неимоверно дорогим да есть такое у нас конечно очень быстро дешевый интернет это если не путешествовать даже трудно понять и сравнить и узнать да кстати для наших уважаемых слушателей я думаю наверняка будет безумно интересно посчитать в цифрах свою релокацию поэтому мы прикрепим к подкасту интересную ссылочку на специальный калькулятор который позволяет полностью оценить стоимость жизни на примере Берлина вы можете посчитать сколько вам будет уходить денег на транспорт питание походы в рестораны и все что с этим связано в том числе коммунальные платежи и сможете прикинуть на какую зарплату вы хотите рассчитывать чтобы комфортно жить в другой стране спасибо константин и что же мы обсудили несколько историй про релокацию в разные страны у всех разные причины для переезда кто-то хочет переезжать кто-то наоборот не хочет но вынужден вот у меня например здесь и дом и огромная семья и я вообще не понимаю как ну как как я мог бы переехать поэтому я бы хотел чтобы наш российский геймдев несмотря ни на что продолжал развиваться сейчас принимается много усилий для этого ну от тех людей которые кто остался и кто его развивает инди-разработка оживилась кстати и так как много компаний ушло и многие уехали ну а что еще остается вот как раз как мы сегодня говорили там делать свои инди-игры и я заметил их стало на их стало больше да 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 у нас два направления сразу очень сильно обустнулось это действительно инди-игры а второе направление такой околоигровой бизнес сервисный когда компании занимаются аутсорсом для российских и западных студий очень сильно выросли аутсорс компании много заказов стало тоже понятно потому что если мы не можем издавать из России игры а сотрудники достаточно крутые квалифицированные сейчас есть а что делать вот инди-продукт который потом западный издатель издаст да и мне кажется ну что сейчас нужно делать нужно делать игры и учиться делать игры а так как много людей уехало ну вот мы по моим оценкам меньше по оценкам коллег больше да вот официальной статистики в принципе и нету вот и раз люди уехали то нужно чтобы появлялись новые люди которые делают игры поэтому учиться делать игры и стать квалифицированным специалистом сейчас это здорово вот мне что нравится сейчас будет проводиться всероссийский конкурс начни игру для молодежи поддерживаемые государством это конкурс где как раз продает социальный лифт чтобы школьники и студенты могли пощупать что такое разработка игры с точки зрения программирования с точки зрения художника с точки зрения гейм-дизайнера и может быть как раз получить вектор развития как развиваться в этом направлении как делать свои игры если вы кстати представитель компании которая занимается ну которая сейчас работает на российском рынке игровая и хотели бы как партнер поучаствовать в этом конкурсе можете написать мне я вас познакомлю с организаторами и там там нужны различные партнерские задания и кейсы для конкурса потому что их там будет очень много практически бесконечное количество и чтобы могли школьники и студенты прям поучаствовать ну можно сказать в реальных кейсах как это бывает по их направлению деятельности в игровых компаниях так что давайте встречаться давайте общаться давайте помогать друг другу и в любое время оставаться людьми поддерживать помогать друг другу и развивать геймдев развивать ту ту сферу в которой мы с вами живем работаем и делать так чтобы создавались игры которые несут хорошие смыслы и делают людей лучше вот я думаю надо действовать так я слышал Слав совершенно случайно что те кто купили книгу хочу в геймдев стали на 10 процентов лучше не точно но говорят ссылочка на книгу в описании подкаста да вот если интересно почитать книгу по основам разработки игр то вот как раз у нас недавно вышла книга одноименная нашему подкасту хочу в геймдев которая как раз задает основы того что такое разработка игр и дает вам вектор развития сейчас самое время поучиться и стать специалистом чтобы ну действовать дальше так как говорит вам ваша душа да а мы очень хотим поблагодарить наших уважаемых участников подкаста Станислава Дмитрия Яну и нашего традиционного преподавателя Сергея Зыкова за то что приняли участие в сегодняшнем выпуске да всем спасибо и всем большой удачи и пусть геймдев развивается несмотря ни на что и пусть геймдев развивается во всем мире и создаются классные игры хотите в геймдев попадайте в геймдев подписывайтесь на канал ставьте лайк колокольчик и все такое и до встречи на следующих выпусках а также на наших образовательных программах и наших мероприятиях Центра развития компетенции в бизнесной практике Высшей школы бизнеса всем счастливо всем до новых встреч всем пока всем спасибо пока 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 субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...